Друзья, всем привет! Меня зовут Энни Муфты на моем канале. Это очередная история из Midnight Sins. Полоночные какие-то брачные сюжеты. Почему очередная? Потому что есть первая часть, есть вторая и они обе есть у меня на канале. Я оставлю в конце эти видосики типа похожие, перейти, посмотреть. Можешь предыдущие посмотреть, были очень интересные. А мы начнем новую игру. Это вот только вышло. Свежачок! Без русского языка, естественно. Потому что за хрена делать перевод на русский, когда есть я и мой канал. Приходи, смотри, что хочешь на любом языке. Кроме... Кроме любого. Только на русском. Да. Это глаз, значит большой глаз. Переводитесь по конечкам. Глаз и глаз. Помехи. С английского на русский помехи именно так звучат. О, в сегодняшнем эпизоде два невинных ребенка столкнутся с их древними прям животными страхами. Их будет преследовать что-то прямо из могилы. Древние секреты, которые никогда не стоило бы раскрывать. Измученные души, которые застряли между реальностью. Выключайте свет и наслаждайтесь этой леденящей кровь историей. Добро пожаловать в другое измерение. Добро пожаловать в полуночные сюжеты. Это глаз все тебе говорил. Это же не я. Прикинь? Говорящий глаз. А в общем, что еще? Не может не броситься в твой глаз, в мой глаз, в глаз, который только что был на экране. Мозит броситься и не броситься, что игра обрела цвет. Вот так, прикинь? Потому что две предыдущие части были черно-белые. Что это у меня здесь? Можно убрать часики? Бойся часов. Ладно, они не убираются. Короче говоря, как я говорю, две предыдущие части были черно-белые совершенно. А здесь смотри, о! Переходы цветов, птицы летят. Прям ты шо? Фиолетовый, желтый, синий. Ну, цветная получается. По-любому цветная, точно не черно-белая. Прошло два года, по-моему, с выхода или три. Октябрь 1926. С выхода предыдущей части все это время разработчики, видимо, окрашивали игру в цвет. Иначе, как еще объяснить такой долгий перерыв. Окей. Доброе утро, меня зовут Джон Уилсон, Тина говорит. Доброе утро. Подожди секунду, но это я, Джон Уилсон. О чем ты говоришь? Ты, наверное, двойник. Двойник? Ты что, сумасшедший? Двойники не существуют. Серьезно? Тогда как ты объяснишь вот это вот? О нет, ты... Ты точно двойник? Мой злой двойник? Да, это ты! Ты здесь, чтобы убить меня и украсть мою... Мою личность? Я не хочу умирать таким молодым. А-а-а-а! А, ну понятно, девочка играла в кукол. Больная на голову совсем. Так что ты кончай... Ой, в смысле ты идешь... Камень, кумень, камень. Так что ты идешь попрощаться с мамой и папой? А я занята. Во что ты играешь вообще, мне похрен? Они уходят на три дня. Почему ты не скучаешь по ним? Почему ты не скучаешь? Их три дня не будет. А почему я должна по ним скучать? Они оставляют меня дома одну, с тобой и с этой глупой Вероникой на целых три дня. Я их ненавижу. Вероника очень милая. Она мне нравится. Потому что у тебя нет никакого собственного мнения. Так или иначе, во что ты играешь? Во что ты играешь? Я до сих пор не могу поверить, что... Что они мне купили второго идентичного Бенни на мой день рождения. Они две куклы одинаковые купили родители. Они вообще... Им похрен на меня. Они даже не помнят, какую игрушку уже мне дарили. Разве два Бенни не лучше, чем один? А можешь ты мне дать одного Бенни, если у тебя два? Нет, ни в коем случае. Я лучше продолжу играть с двумя этими близнецами, чем поделюсь с тобой. Сука. Сестра называется. Оставь меня в покое. Так пошла ты. Ты смотри на нее. Пятна от ММДМС. Они до сих пор здесь. Прикольно. Это мне зад... А куда? А что мне делать? В смысле? А что мне делать? Алло? Поддержите наших разработчиков. Путь там. Вы меня не поддерживаете. Я вас должен поддерживать. Вы начнете меня поддерживать? Начну поддерживать вас. А пока хер вам в жопу. Так. Это сад Джордана. Он выглядит таким пустынным с тех пор, как Томас заболел. Окей. Комната Тины. Мне лучше не заходить в комнату Тины, если я хочу остаться в живых. А это моя комната. Оливер. Видите? Я в свою комнату могу зайти? Ну, слава богу. Хоть в свою комнату зашел. Так, что это? Воки-токи. Рации. Мне не терпится попробовать мои новые воки-токи. Так, бери их. А как мне взять? Мне не терпится попробовать мои новые воки-токи и не берет их. Вот дебил. Так. На этом большом дереве новое гнездо. Уху. Постер, постер, постер. Нифига здесь нет. Уходим отсюда. Не знаю, что будет происходить. Будет ли страшно? Будет ли не страшно? Будет ли интерес? Будет ли скучно, в конце концов? Офис отца. Отец не пускает меня в свой офис. Ну, ладно, пойдем вниз. Так, а что мне делать? Пойдем, выйдем куда-нибудь. В сад. Пойдем в сад. Мне лучше попрощаться с мамой и папой, прежде чем они уйдут. А, прежде чем я уйду. Так, а где мама и папа? Я все обошел. Вообще, они уже ушли, чувак. Им срать на тебя. Они с тобой не попрощались. Ты с ними хочешь попрощаться? А, вот они. Тюбли. И Вероника, походу. Не переживайте. Если что-то произойдет, я вам сразу же позвоню. Вероника, это моя нянька. Ну, не зря она ему нравится. Смотри, на голову выше. Он как раз куда его взгляд смотрит, а? Он даже не знает, что у нее лицо есть. Халюбасу так. Наслаждайтесь своим путешествием. Залив так прекрасен в это время года. Удачи вам. Так, отец говорит. Хотели бы мы отправляться туда для отдыха, но нет, это работа. Ну все, нам нужно отправляться. Самолет вот-вот уже улетает через три часа. И мы можем попасть в пробку. Пока, детки. Ведите себя хорошо. И слишком не доводите Веронику. Пока, мам. Пока, пап. Все, я пошел. Даже не обнял. Так, а что у тебя в рюкзачке? Там по-любому шмаль. Она по-любому будет шмалить, пока мы будем спать. Друг с другом. Так, ну что ж. Вот и уехали ваши родители. У нас есть пару часов еще до того, как нам нужно будет пообедать. Чем бы вы хотели заняться, детки? Давай смотреть телевизор. Будем смотреть телевизор. Невероятное Джесси Маркс вот-вот начнется. Я обожаю это шоу. Конечно, ты обожаешь. Телевизор и развлечения для долбоящеров, как ты. Давай лучше рисовать. Давайте рисовать. Мне нравится рисовать грузовики, которые взрываются. И твои рисунки очень скучные. Ты рисуешь, как младенец. Это неправда. Походу, правда. Так. Тина не разговаривает со своим братом, так. Это Кристина. А, меня зовут Кристина. Только моя семья называет меня Тина. Я так часто с вами оставалась, что ты для меня уже как семья. Ты разве не считаешь меня семьей? Не смеши меня, сучка ты крашеная. Ты мне не семья. Ну что ж, Оливер. Похоже, твоя сестра сегодня в плохом настроении. Она всегда в плохом настроении. Вроде еще мелкая для месячных. А вот всегда в плохом настроении. Так, Вероника. Может быть, она хочет нам предложить, что делать? Давайте пойдем в лес. В лес? На другой стороне реки. Очень прикольно. Там деревья разрисованы разными цветами. Давайте. О, там очень круто. Деревья разрисованы разными цветами. Мама говорит, они были разрисованы еще доисторическими женщинами. Все там выглядит как большое произведение искусства. Можем мы пойти? Пожалуйста, пожалуйста. Может быть, я тогда смогу поискать свой игрушечный грузовик. Я потерял его недавно в той области. Хорошо. Договорились. Только на один часик. И потом сразу вернемся. Ей! Ты подбери... Весло? Конечно! А, мы будем, поплывем на лодке, видимо. Поэтому мне нужно взять весло. А Воки Токи не надо моё взять? Я б взял Воки Токи. О! Весло. Веревка Весла Отлично, я взял весла Ты мощный, ты мощный мужик Прям тащу Ветки Ветки из сада Джордана Вторгаются в наш сад Надо их срубить Дыра Спаркл Это видимо их собачка Давно уже не возвращался, чтобы поесть А, ну все, ему Ну если у собаки корм стоит много дней И она не приходила Значит собаке вашей настал Смотрел не дыши вторую часть Вот там вот собака не приходила И чувак сразу понял Что-то с ней не так, пошел в лес, а ее там Посмотри, don't breathe, вторая часть И первая классная Люблю такие фильмы Вот и лодочкам поплыли Насколько игра рассчитана? Если как в предыдущей части, тогда это минут 20-30 Поскольку ее так долго делали, может больше Кто-то из вас знает, как грести? Я никогда раньше на лодке не плавала Пусть профессионалы это сделают Мы сейчас все организуем Но это же безопасно, да? Да не бойся ты Там никаких монстров в этом озере нет Ничего такого Просто садись возле меня Держи меня за руку Я тебя тоже буду держать И все будет нормально Ну что ж, залезаем тогда в лодку, голубки Давайте, залезаем А эта сестра говорит Ну что, залезайте, голубки, в лодку Вот так, таким тоном Так что, поехали Нам нужно установить весла сначала Да, без проблем Как это сделать? Все на борт Видимо, я установил веслу А, мы приплыли Привязали лодку, весла Вот Что-то по краям здесь мы размазан Это стиль такой, да? Да пусть будет Могу я пойти посмотреть на разрисованные деревья? Могу я пойти поискать свой игрушечный грузовик? Он, видимо, где-то недалеко Могу пойти поискать? Ты всегда все теряешь Ты бы потерял свою голову Если бы она не была пришита твоим плечам Хорошо, ты можешь идти Но не уходи слишком далеко Я не хочу, чтобы потерять тебя из вида Ага А вы что, будете вот так сидеть? О, девочки Останетесь, знаете, боже мой Что у меня в голове? Что у меня в голове? Ты же ребенок Тебе нельзя мои мысли видеть Развить мои мысли Развить мои мысли немедленно Так, я иду искать грузовик В лес Ну, в лес так в лес Опа Это мой грузовик Это батончик шоколада Неплохо Чудо Люди такие свиньи Даже доешь его Он почти полный Доешь его Доешь его Не хочет Не хочет Даже взять не хочет Люди свиньи Продождите А ты не свинья? Возьми батончик Положи в пакет В карман Заверни Выкинешь в мусорник Увидеть мусор Сказать люди свиньи Идти дальше Класс Ну, хотя Какого хера должен убирать за линию? У нее в глазу написано Оливер Че это за бред? Барона мой фанат, понимаешь? Она сделала себе на роговице Тату Оливер У каждой? Это мой фан-клуб? Не, остальные не открываются Ну, ладно Так, пенек Говорят, что если считать кольца Тогда ты можешь понять Сколько лет дереву Ну, типа раз Два И вот это третье кольцо Внешне Три года дереву А его уже сбилили Что-то мало колец Мне кажется С такого куня Было бы огромное дерево За три года Да хрен там Ему лет восемь-девять Опа, что это Кости Это, походу, птица Да, ворона Которая сидит на ветках Вот одна из них Аха, это будет с вами всеми Кроме тебя У тебя моя татуха на глазу Ты мне нравишься Белка Камень Лови червяка Окей, червяк Интерактив бешеный Ааа, да ну пока Мака На фу, на палец грезет Эта белка зомби Уберите эту картину стрёмную Фу, блин Мне почему-то стало противно Вроде такая пиксельная графика Обычная Да, если ты вскоре не понял Эта игра должна быть Ну не то что мега ужасиком Он пиксельный Да, но предыдущий Ну да, это Как-то Ночные истории Понятно, что они должны быть страшны О, это как в Литл Хоуп Кукла Вуду какая-то там Для древних ритуалов Окей, пусть будет Все, больше ничего нет Мама никогда не позволяет мне играть Так далеко от этой полянки Мой грузовик игрушечный Где-то должен быть здесь А можно веревкой ворону поймать? Не, нельзя Опа, это паровозик, а я искал грузовик Заменить, пожалуйста, реквизит А нет, это грузовик Вот ты где Кто тебя сюда поставил? Опа Опа, начинается Игрушечный грузовик О, ё-моё Я испугался Тина, почему она с той стороны вышла? Эй, Оливер Пойдем Там что-то очень интересное Я хочу тебе показать Это двойник Тина? Не зря же нам в начале игры Показали двойников Что ты здесь делаешь, Тина? Она не с той стороны вышла Это двойник, Тина Вот это да Сейчас мне голову оторвут Опа Ну как тебе такой поворот? Так много белок в этом лесу Однажды они слеили ребенка Из города Прям от головы до самых пальчиков Противная девка Только его кости и остались Я не лгу Это было по новостям Фу, какая ужасная история Кстати, где твой брат? Я сказал ему далеко не уходить Меня не спрашивай Я не его сиделка Ты его сиделка Оливер Ой-ой-ой Они сейчас найдут его Ну раз это ужастик Они сейчас найдут его Разорванного просто на части Ой, боже мой Нет Опа Что это за хрень? Оливер Что? Что такое? Что? Какого хрена это вообще такое? Лес полон всяких таких картинок Отец говорит Что есть что-то магическое Здесь какая-то магическая аура Исходит от племен Которые здесь жили в лесах Поэтому все эти рисунки Не высветают И по-прежнему такие яркие Этот, однако Я этот рисунок раньше не видела Он действительно выглядит Недавним Такой стрёмный рисунок Почему его нарисовали? Чтобы напугать прохожих? Это же не ты его нарисовал? Как бы я нарисовала этот рисунок? Он на высоте 20 футов Давай, пойдём Пришло время возвращаться домой Мне не нравится это место У меня от него мурашки по коже Давай, Оливер, пойдём Оливер Оливер Что? Что происходит? С ним всё будет в порядке? Я понятия не имею Давай, скорей Погрузим его в лодку Тогда поворот Ну пока нифига не страшно Я-то надеялся Привет Боже мой, слава богу Ты в порядке Как ты себя чувствуешь? Моя голова болит Что произошло? Голова болит Ах, конечно, конечно Ты упал, очень сильно ударился Ты уверен, что ты в порядке? Может быть мне нужно позвонить доктору? Нет, я в порядке Всё в порядке Никогда больше нас так не пугай, хорошо? И Тина Где Тина? Она в своей комнате, мне кажется Интересно, что она хотела мне показать? О чём ты говоришь? Ну там, в лесу Она сказала мне, чтобы я шёл за ней Я пытался, но она шла слишком быстро Потом я нашёл этот странный рисунок на камне И ты очень впечатлился этим рисунком, да? Я не знаю Вероятно, да Давай, пойдём Ты отдохнёшь немножко перед обедом? Лазанья вернёт тебя к жизни Будешь как новенький? Звучит неплохо Я бы сейчас сам лазаньи бахнул Так, он отдыхал с 7 до 8 Это очень важно До 8.01 Я не знаю, почему это важно Может, вообще ни хрена не важно Похоже, ужин готов И он действительно творит чудеса А, мы уже поужинали Мне нравится твой розовый цвет лица здоровый Теперь отдыхай, маленькая принцесса Пусть ей приснятся счастливые сны Не слушай её А, не слушать её? Что? Что? Тина Она всегда очень злая Но я думаю, что ты крутая О, спасибо тебе большое Я думаю, что ты тоже крутой Пососитесь теперь Нет, не будет Вы же у него в комнате Напади на ней Напади, ты же большая уже Покажи ему, что такое первая любовь Нет, не будет такого Так, короче Вероника Мне очень нравится О вас обоих заботятся Ты понимаешь? Вы очень интересные ребятки Эй Ты хочешь показать мне Свою коллекцию карточек? Это из Полуночный зомби Телевизионный сериал Да, конечно Хочу очень посмотреть А, он хочет показать Мне коллекцию карточек Тю, я думал, это и насказание Полуночный зомби Этот самый большой Самый страшный зомби Из всей семьи Но он всегда Очень дружелюбен к живущим Интересно Так, рассказывает кто? Пусть тебя не обманывает Ее глупый вид Несмотря на то, что это ребенок У нее очень острые зубы А это соска во рту Семья, короче, зомбаков Прикинь Где такой сериал Посмотри Это самая злая зомби Она сжирает мозги Окей Это что? Это зомби-пес А это мой любимчик Разве он не милый? Да вообще бесец Какая фантастическая коллекция Ага, бля Из четырех карт Классная коллекция Мне очень понравилась Надеюсь, тебе не будут сегодня снится Поедающие мозги зомби Отдыхай, Оливер Спокойные ножки Спокойные ножки Так, смотри 22 минуты Игра еще пока не близится к концу Хотя, может, сейчас уже конец Я не знаю Тем временем В темном лесу Смотри, можно часами облетать Оливер Оливер Эй, Оливер Ты не спишь? Дина? Что такое? Это Вероника Она ушла Она оставила нас Она внизу Я слышу телевизор О чем ты говоришь? А, да? Почему бы тебе не спуститься И не проверить? Я тебе говорю Я видела ее из окна Она ушла В сторону пирса Она, видимо, встречается Там со своим бойфрендом Секретно Она должна о нас Заботиться Следить за нами А она вот как с нами поступает Ты все это выдумала Ты... Тебе никогда не нравилась Вероника Ты просто ее обвиняешь Я это не выдумала Этот... А этот ее бойфренд Перепрыгнул в наш сад Чтобы прийти к ней Я видела, как они целовались Но на этот раз У меня была камера На этот раз Я возьму с собой камеру Мы сделаем фотографии Давай, пойдем Посмотрим, получится ли у нас Пошпионить за ними из окна Что-то видишь? Лодки нет Они отправились на другую сторону озера О, боже мой, как романтично Что? Как? Она же не знает Как управлять лодкой Ну, это еще больше доказывает то Что она там со своим парнем И он знает, как управлять лодкой Я вижу... Я вижу свет там в лесу Но больше ничего не вижу У папы есть бинокль в его кабинете Ага Ты хочешь, конечно, чтобы я пошел Взял этот бинокль, да? Я продолжу здесь смотреть На случай, если они вернутся Давай Он должен быть в его столе Или, может быть, в шкафу Окей, я пошел за бинокль А что делать? Кабинет я помню где Отец нас сюда не пускает Но! Отца-то дома нет Поэтому ломаем дверь Что-то снизу погасло Показалось мне? Так Отец просто выйдет из себя Если узнает, что я в его офисе тут ковыряюсь Но его же нет, нам пофиг Опа У его отец, короче, в армии был Ключ Маленький ключ Большая записка Все, нахрен отсюда, значит Бля, кому-ка! Твою мать! Ты что так пугаешь? Так, ну мне типа нельзя быть здесь Ну, звонят отцу Я не должен поднимать Ну, я подниму Я дебил Если это отец, он меня проверяет Даст мне люлей потом Алло Алло, говорите Алло Алло, кто это? Орифлейм? Нет, мы не заказывали доставку Странно Вероника, пожалуйста, вернись Почему ты ушла от нас? Ты кому это сказал? Так, шкаф Ключ Видимо, в шкафу бинокль будет Закрыто Как открыть? Вот так Открыто Как коробка Так, смотрите Фотография А, кстати Эта часть называется Няня Это фотография С тех времен Когда я был рожден Мне нравится Вероника Но мисс Маркис Была супер крутой няней У нее был этот патч на глазу Как у черной бороды У пирата Я очень скучаю по ней Она бы никогда Нас не оставила Смотрите Здесь поцелуй Кто-то поцеловал фотографию Это отец Смотри Какой сентиментальный Фотки Так, смотри Это няня Она их оставила Ага О чем нам это говорит? Квально Ни о чем Ага Вот они Бинок Бинокли Ну, смотри Близки Что это? Такое Резиновое Такое Сквиши Такое Сжимается Чувак Чувак Узнаешь Скоро Не узнаешь Проблемы У тебя будут Узнаешь Срочно Что это Так, хорошо Княне Может Был и презики Взять Ну ладно Он же ребенок Совсем Какие нахрен Презики Так Я пошел Смотреть Бинокль Нет Тебе дать Его Насморю Бинокль Наконец-то Дай Не бинокль Ни в коем Случае Я нашел Бинокль Я буду Смотреть А, стрелочки Окей Хорошо Так Где моя ворона Фанатка Не увижу Свою татуху Так В эту сторону Ничего нет В другую Смотрим Пенек Ага Мы здесь Были Сейчас Труп Увидим По-любому Разорванный На части На ветках Висит Голова На позвоночнике На ноги Висят Что-то такое Сейчас Наверное Опа Я ошибся Я вижу Веронику Но не вижу Ее бойфренда Она одна И она выглядит Сбитой с толку Эй Подожди Она украла Мой фонарик Давай Пойдем Отправимся К пирсу Может быть Мы сможем Понять Что происходит Оттуда Хорошо Но я дома Одна Не останусь Пойдем Вместе Хорошо Я дома Один Не останусь Вместе Идем Отлично Одевайся Хватай Свою Рацию И Она нам Понадобится Если вдруг Мы потеряем Друг друга Из виду Но Мы же не Собираемся Ну Ну Ты понимаешь Конечно Не Собираемся Это Просто На Всякий Случай А Мы же Собираемся Теряться Хорошо Я Беру Рации Так Я Беру Рации И Мы Отправляемся Ага Теперь Они Взялись Раньше Мы пытались Их Взять Они Не Брались Мне Нужно Надеть Что Теплое А ну Давай Вот Курточка Ты Надел Будем Считать Надел Я Хрен Узнает Все Я Взял Рацию Отлично Давай Пойдем На Пирс Слушай Долгая Игра Я Думал Будет Намного Короче Идем В сад Сначала А где Наша Собаечка Спаркл Да Спаркл Уже Магоднение Приходит Есть Вы Даже Не Перерывайте Даже Не Пошли Его Искать Не Наняли Поисковую Экспедицию Вороны Фанатки Меня Разбудили Сидят На Заборе Что Это За Какашка Отсюда Ничего Не Видно Они Забряли Лодку На Другую Сторону Берега Нам Нужно Обойти Озеро Пешком Как Вы Тут Смотри Два Шага В Лыжной Сторон Может Оно Вдаль Может Мы Не Видим Что Идти Пешком Через лес Ночью У меня Какое-то Плохое Пречувствие Об этом Ты думаешь Мне нравится Это все Да Вообще Я думаю Тебе нравится Так Не ругайтесь Ребята Я вижу Что Плавают Мне не нравится Когда ты Мною Командуешь Вот так Вот Почему Все Должно Мы Обязательно Делать Должны Как Ты Хочешь Ну Мне Не нравится Таскать С тобой Плачущего Ребенка Знаешь Ли Тоже Ну Что ж Нам Нужно Смириться Что Мы Оказались В компании Друг Друга Ладно Извини Меня Иногда Ты не такой уж и плачущий Владенец Что теперь Там что-то плавает В воде Я не пойму Что это Похоже на мешок Какой-то Это мешок Вероники Это ее рюкзак Ты уверена Да 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 Видишь У нее Лицо Пьеро Кота На этой сумке Это ее Она что Обронила Свой рюкзак Мы Отсюда Не можем Дотянуться Найти Что-то Длинное Чтобы Мы Могли Дотянуться Я Вижу Секатор Кстати Говорят Если Это Не веревка Я Кажется Знаю Что Сделать Зачем Секатор Чтобы Срезать Лишние Ветки А где Мы Видели Огромную Ветку Торчащую Из чужого Забора А Прям Вот Здесь С Рубами Супремо Супремо Берем ветку И уйдем Обратно Сейчас будем веткой Вытягивать ее рюкзак А в рюкзаке Ее голова Прикинь Вот это будет Поворот Это будет Поворот Так Палка На палку Доставай Молодец Молодец Послушный Твою мать Систер Тина Ты в порядке Тина Здесь очень холодно Что-то Запуталось За мою ногу Я не могу Выбраться Тина Что мне делать Успокойся Успокойся Все будет хорошо Давай Кинь мне что-нибудь За что я могу Схватиться Веревка Лови Мне нужно Примотать ее К чему-то К столбу К чему я примотаюсь А я понял Лови веревку Тина Тина Так Теперь иди Найди помощь В смысле А может я Вытащить сначала Миссис Джордан Она не спит Я вижу свет В ее окне Давай Давай Иди Все будет в порядке Не переживай Серьезно Только поспеши Хорошо Вот Возьми Одну мою рацию Так мы сможем Знать Что у нас Все в порядке Спасибо Бежим Бежим Я понял Идти в сад Где-то была Миссис какая-то Найти помощь Быстрее Миссис какая-то Там Миссис Джордан Это с другой стороны Дом Пойдем 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 А ты не можешь Здесь пройти А куда мне Насказь Может туда Где родители Уходили Чувак У тебя сестра Тонет Пробегись Ну не похудеешь Ты сильно Ну пробегись Твою Ну ты Прикалываешься На улицу Идем Идем Быстрее Закрыто Что Меня заперли Ключики А вот так и все Решается очень просто Слушай прикинь Это можно было не заметить Красотень Красотень Так Где миссис Джордан Наверное вправо В этой игре Нужно тупо идти вправо Нужно позвонить Тине Надеюсь у нее все в порядке Тина Ты меня слышишь Тина Да Мне очень холодно Ты нашел помощь Я занимаюсь этим Так с Тиной все в порядке Ой ребята Это знаешь что Это спаркл По любому Это мой пес Вороны сожрали мою собаку Я не сомневаюсь даже Что это они Я надеюсь это не спаркл А я уверен Я уверен это спаркл Капец Я так и не знаю Кто такой спаркл Это кот или собака Это миссис Джордан Да Она не спит Звоните Ну походу я вот этот пацан Не двойник Оливер Что ты здесь делаешь так поздно Все в порядке Миссис Джордан Мне нужна помощь Наша няня Она была с нами Потом она ушла И мы пошли ее искать И в итоге Успокойся 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 Оливер Дыши Дыши Сейчас все расскажешь Давай заходи внутрь Снаружи холодно Так Здорово Не спеши Что случилось Расскажи мне Наша няня Она нас бросила Нет Тина упала в озеро На пирсе Быстрее Тина упала в озеро О боже мой С ней все в порядке Да мерзнет она Алло Да она мерзнет Ей нужна помощь А где твои родители Они уехали там И оставили с нами няню Но няня ушла В лес ночью одна Бросила нас Так хорошо Я пойду к пирсу И помогу ей Бля Я знаю что происходит Ее заменил двойник Твоя сестра Ты оставайся здесь И поразвлекай Томаса Если ему что-то понадобится Ты знаешь У него особые потребности есть Что за потребности Он в своей комнате Проследи за ним Хорошо Я сейчас вернусь Либо меня Либо ее Заменил двойник В этой комнате Когда происходит Вот этот шепот Двойник нас заменяет Я уверен Бутылка О Пельсиковый сок Это Милфа Развлекает себя Коньячком Чувак Это не пельсиковый сок Она ждала Не тебя Эй Томас Привет Ааа Томас Вот такой Особенный ребенок Оливер Что ты здесь делаешь Тина У нее проблемы Я пришел Позвать твою маму Твою маму Чтобы она помогла Серьезно Я думал Что моя мама Принимает ванну Наверху Извини Ну слушай Я хочу в ванну подняться Посмотреть Как ее Мама Принимает ванну Ну не за этим А чтобы посмотреть Аналип Просто это была Извини Некоторые лекарства Делают меня Иногда Сбитым с толку А с Тиной Все в порядке Да Она всегда попадает В беду Она упала в озеро И не может выбраться Серьезно? Ну Не переживай Моя мама Очень сильная Она ее вытащит Из воды Я надеюсь Давай С ней все будет в порядке Не переживай Я оглянусь Однако Я думал Что моя мама Расслабляется в ванной Странно Так 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 Мне не нравятся Эти таблетки Дурацкие Как ты себя чувствуешь? Физически Или душевно? Физически Я не могу Даже два шага Пройти без этого Кислородного баллона Начинаю задыхаться Ну А не считая этого Чувствую себя замечательно А как ты Вой ментальный настрой? Ну Всего два месяца Прошло с тех пор Как наш папа умер Тяжело все было Мама Проходит терапию У супер скучной дамочки Могу я тебя кое-чем спросить О чем я тебя раньше Никогда не спрашивал Ты не должен отвечать Если не хочешь Конечно, конечно Все равно спрашивай Ты не говорил мне Как умер твой отец Насчет Плакал Либо спал А, извини Я уверен, что он вас Очень сильно любил Я не знаю Он очень сильно изменился Видимо у него Какая-то опухоль была Позвонил врач Сказал У вас опухоль Вы умираете Он плакал Спал Так, а насчет Твоей болячки Насчет Твоей болячки Ты скоро умрешь, да? Мне будет очень одиноко Без тебя Прямой вопрос такой Ты же мой лучший друг В школе Да, знаешь Я понять не имею Но мама всегда Какие-то планы На будущее строит Ну, я думаю Она это делает Просто, чтобы Меня подбодрить Ее слова Счастливые вроде бы Но она всегда Грустная в лице Ну, я не сильно Об этом переживаю Я не боюсь умереть Серьезно? Я снова вернусь В то самое Темное место Откуда я Пришел на свет Правильно? Да, мне эта идея нравится Я даже не думал об этом Так или иначе Давай перестанем Говорить о грустных вещах Слушай Я хочу тебе Кое-что показать Это супер крутое Доска Ауижа Ну, это в общем Доска для вызова привидений Я нашел ее В шкафу у мамы Я думаю Она использует ее Чтобы говорить с папой Давай С кем ты хотел бы поговорить? Я ни с кем Не хочу разговаривать Эти вещи Они мне нравятся Такие доски Такие спиритические фигни Давай Ты же по кому-то скучаешь Обрежу проще Во твоей бабушке С дедушкой, например Но они вообще-то живы еще О, серьезно? Как скучно Ну, давай Скажи мне имя О ком ты хочешь поговорить? С кем поговорить? Хорошо Я хочу связаться с Селвисом С моим Песиком Али Так, значит Спаркл, наверное, кот О, мисс Маркус Моя старая няня Наверное, я с ней должен связаться Мисс Маркус Моя старая няня Она жила в этом доме До того, как Вы сюда въехали Кстати говоря Она была крутой У нее не хватало одного глаза И у нее была повязка на глазу Как у пирата А однажды она просто исчезла Мама сказала, что она Вернулась жить К своей семье В Колорадо Но Тина говорит Что она видела Скорую помощь И полицию Мы думаем Что что-то ужасное С ней произошло Да, матери лгут Ты знаешь Они делают это Чтобы защитить нас Но они лгут Мы свяжемся С твоей няней С твоей сиделкой Если она умерла В этом доме Тогда ее присутствие Будет очень сильным Это будет супер круто Ты увидишь Ну, блин Я не уверен Давай, давай, давай Это очень весело Давай, положи свою руку На этот треугольник И мы начнем сеанс Я не хочу Нахрен мне оно надо Положил Теперь я положу свою руку И это соединит Наши энергии Теперь закрой свои глаза А как буквы читать? У тебя есть? Ты закрыл глаза? Да, закрыл Отлично Теперь сфокусируйся На своей старой няне На ее Образе Я нашел эту картинку В шкафу отца Ты думаешь, это поможет? Ты что, издеваешься? Это очень сильно поможет Дай я посмотрю Так Супер круто Она действительно выглядит Как пират Эта фотография Привлечет ее дух Давай, положи ее на доску Начинаем Я не уверен Что мне это нравится Расслабься Мы можем остановиться В любое время Когда захотим Мы просто попрощаемся С духом И она уйдет Без следа Готов? Готов? I I'm I'm Dead так окей подожди здесь а им над а типа она дед она хотела сказать что не они говорили им или я не она не знаю ванна я тебе говорила это двойник был о боже мой миссис джордан но как я не понимаю если это миссис джордан тогда кто пошел к тине миссис джордан она не настоящая миссис джордан мертва здесь везде кровь дина дина ты меня слышишь мне нужно уйти к пирсу быстро быстро к пирсу оливер что-то не зашло я слышал крик не поднимайся наверх хорошо не поднимайся вверх оставайся внизу что почему что случилось что кран был открыт моя мама вся вытекла из него он ужасно слушай меня мне нужно пойти найти тину ты оставайся здесь и позвони в полицию делай то что тебе говорю что полицию из-за открытого крана просто сделай это не скажи чтобы приехали как можно быстрее но оливер дамена бежим нафиг с ним сейчас нет времени нужно спасать систер а какой номер полиции не отвлекли я потерял все атмосферу ну тащили моего спаркла видимо я видел это что не тащили я шел в ту сторону была просто лужа и то обратно лужу кто-то тащил вы что тащили лужу я вижу когда звонки или что-то отвлекают потом возвращаешься и не помнишь вообще какая атмосфера была что говорила телефон отключить тоже не вариант так окей тина о нет ее нету Это лапа чья-то, смотри. Здесь какие-то отпечатки, которые ведут к границе озера. Мисси Джордан уйдя щилотину в лес. Ну почему? Мне нужно пойти найти ее. Да ты гонишь, чувак, не ходи один. Хорошо. Ага, здорово. Слушай, какая долгая игра, целый час, ты что прикалываешься? Тина? Вероника? Мой фонарик! А, мне белка угрожает. Да спокойно, спокойно. Если я подойду ближе, она меня укусит. Так, а что мне что-то едать? Грузовик хочешь? На грузовик. Катайся на грузовике, на рацию. Боже мой, Реннара. Батарейка очень слабая, они не могут позвонить с тобой. Хорошо. Ну на тогда. О, подожди, загорается, смотри. Вот, на, держи, веселись. А, серьезно? На угад вообще было. Иди катайся. Смотри, она выбирает. Она выбрала грузовик. Супер. Я забираю фонарь, значит. Вали. Ну, все, с фонарем в лесу меня же не убьют. Это ж фонарь. В лес. Привет. Тина, боже мой, слава богу, я тебя нашел. Ты в порядке? У мистер Джордан есть двойнини. Ты в порядке? Я думал, я потерял тебя навсегда. Пойдем со мной. А, пойдем со мной, Оливер. Куда ты идешь? Тина? Я бы не пошел. Честно, я бы вернулся просто и все. Что это было? Это, по-моему, была Вероника. И Вероника, походу, уже того. Это Вероника. Вероника, боже мой. Что, что, что происходит? Это был апогей. Апогей страха. В третьей части игры Мидность. Это конец, да? Мой маленький Оливер. Пришло время ложиться спать. Могу я спеть тебе колыбельную? Эй, а где моя колыбельная? Так, все, дома... О, родители вернулись, короче говоря. А всех убили. Вот это, вот это шок. Не переживайте, мы найдем их. Даже если нам нужно будет перевернуть весь мир вверх тормашками. Я, боже мой, я никогда ничего такого не видел. Двое детей похищены. Их соседка брутально убита. Своей ванной. Их няня пропала. Няню мы видели тоже. Какого хрена здесь произошло этой ночью? Детектив, мы нашли Веронику Тюрнер. Няньку. В лесу. Она мертва. Есть какие-то засыпки про детей? Ну, вообще-то... Есть кое-что другое. Но вам лучше увидеть это своими глазами. Ох, что мы там увидим? Что мы там увидим? Путь готов. Это лес. Агент Дэвис. А, я должен управлять агентом Дэвис? Нет, это другой агент. Агент Дэвис прошел вперед. Так, это Вероника. Привет. Боже мой, бедная девочка. Посмотрите на нее раны. Такое ощущение, что дикое животное на нее напало. Дикое животное не убивает людей в их ванне. Или не похищает детей. Если вы думаете, что это странно, тогда вам лучше посмотреть вот на это. Посмотрите на этот камень. Что я должна там увидеть? Агент, включите свет, наведите на этот камень. Какого? Получше, я понял. Эта няня из глазами умерла и вернулась за детьми, потому что она их очень любила. Ты видел? Поцелуй был на фотке. Она так любила этих детей, что вернулась и забрала их в тот мир. Причем здесь двойники? Я не знаю. Глаз это. Бедный, бедный Оливер. Бедная Тина. Мы, может быть, никогда не узнаем, что с ними произошло. Но не пугайтесь. Что-то подсказывает мне, что детектив Тейлор не сдастся, пока не найдет все ответы. А так, дети не умру. А пока что это секрет между двумя родственниками и между созданием в лесу. Спасибо вам очень за то, что насладились новой главой полуночных сцен вместе с нами. Помните, закройте окна и закройте замки в своих дверях перед тем, как ложиться спать. создание ночи ищут вас. Спокойной ночи и приятных сынов. Мне понравилось. Слушай, очень прикольно. В тех же традициях, что и предыдущие две части. Только те черно-белые, а это цветная. Полуночные истории. Няня. Няня-пират, я бы назвал. Няня-пират, я бы сказал. Ну, Октавий Навара. Тот же чувак, что подвел предыдущие части. Очень замечательная игра. Меня зовут Ингиму. Спасибо, что смотрел. Увидимся в одном из следующих видео. И не забудь, где-то сверху, здесь там или где-то будут ссылки на предыдущие две части. Тоже интересные. Посмотрим. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok